Лови, лови, лови скорей. Скорей, скорей, скорей. Опа. Где пузырик да еще? Пока, пока, пузырик. Сама будешь? Не надо кротику. Вышли мы на ветернюю прогулку. Прогуляться. Кира с папой уехали по делам. А мы, чтоб не сидеть дома, вышли на улицу, попускать пузыри да пособирать камушки. Но с пузырями не сложилось. Она их вылила. Поэтому собираем теперь только камни. Иди сюда. Неси мне камушки. Неси камушки сюда. Неси, неси. Ой, она сегодня на улице. Какая красота, да, Кира? Тепло. Вообще здорово. У нас вот эта вот косынка у нее. Ой, не знаю, лет сколько ей уже? Ну, года три, наверное, ей. Мы купили. Она была большевата. А сейчас уже вот ей как раз. Надо как-то заменить. Так ничего подходящего не надо. Сейчас пошли мы в садик. У Кира есть новые такие заколочки с волосами. Так что она сегодня будет. Красотка, да? Вот они, наши. Красиво? Да? Красиво? Пошла в обновочках. Давай, хорошего дня тебе. Что там? Трактор? Что он делает? Трактор. Скажи, трактор. Скажи, это паста на голову? Трактор. Красиво. Едет. Грейдер или как его правильно назвать? Ка-ка-ка. Это трактор. Трактор, скажи. Трактор. Ка-ка. Трактор. Что там? Пойдем гулять с тобой? Мне кажется, мы с каждым днем все позже. Мы можем ходить. Кира, вообще просыпаться не хочется. Да, Кира? Это ты такая пришла? Да. Ты пришла вот какая. Это было утром. Да? А потом? Ну а потом стало вот такое просто. А потом? Ну а потом, ну вот, наверное, все-таки такая. Во! Жук тут. Арина, что делаешь? А? Че делаешь тут? Я варю супчик. Там у меня мяско варится. Здесь лук, морковка и картошечка. Я ее тут порезала. До этого много, пару дней назад. И вот она у меня в водичке стояла. Сейчас вот. Мяско закипает. Я картошечку туда переложу. Добавлю лук, морковку и потом еще вермишельки. Потому что недавно у нас был рисовый супчик. Были просто щи. Так что как-то она их не очень кушает. А вот с макарошками еще более-менее. Вкусненько тебе? У тебя решили в голове такой бардак. Все, мы сели покушать. В планах у меня было, конечно... На, макаронка. Макаронка. В планах у меня было, конечно, прогуляться. Но у нас... На улице все так сыро. Ну хотя, кстати, уже подсохло. Я сейчас вот в 12 варила суп. В 12 у нас был дождик. Был дождик, и все прям так с крыш капало. Все такое было серое. Сейчас вроде все это начинает подсыхать. Но на улице всего лишь 14 градусов. Сейчас мы покушаем, и мы уже скоро спать пойдем. Погуляем, наверное, уже после сна. Я скажу, что сейчас Арина уснет и проснется хорошо. Кушай давай, молодец. А ты чего? Дочь, а? У тебя важный разговор? Кто тебе там звонит? Кира тебе звонит из садика? Ари. Лицо-то у нее. Аж суп в сторонку отодвинула. И вот по телефону раздал. Ой-ой-ой. Что сделала-то? Ага. Тут же есть ручка. Ты сломала? Все. Пока-пока. В общем, тарелка и приглянулась побольше. Да, Арина? И стой, скажи, пиалки не совсем удобно было есть. Поэтому я ее переложила в другую, и вот так она доела. А где ложка? У нас, видимо, из-за переменной погоды у Арины что-то, не знаю, что-то ее беспокоит, тревожит. Сейчас наложилась спать, и она поспела полчаса, проснулась с таким ревом, с таким ревом. Ей надо лежать, и чтобы моя рука была около нее, чтобы она ее чувствовала, чтобы она ее могла потрогать. То есть, как бы, и тогда она спит спокойно. Сейчас вот я от нее ушла, попила чай, поставила вариться картошку и буду делать котлетки. У меня здесь фарш, хлеб, соль, перец и яйцо. Хорошо, я поняла. Сейчас, так как я особо никуда не хожу, ничего такого не делаю, я потеряла всех числа. То есть, я могу не знать, какое сегодня число. То есть, как бы, я была записана в женскую консультацию на 28-ое число, и, как бы, на 10-30 вроде бы. Вот, я 27-го посмотрела книжечку, смотрю и вижу 28-ое. То есть, я думаю, ну ладно, через там 3 дня это. Почему я не посмотрела, какое было на тот момент число, что у меня была явка, то есть, на следующий день. И, в общем, то есть, вчера 28-ое я хожу, как ни в чем не бывало. Вот, и время, значит, полдвенадцатого мне звонит из женской консультации кушерка и говорит, Здравствуйте, вы, говорит, когда были записаны? Я говорю на 28-ое. Она говорит, ну, так она же сегодня. Я говорю, да? То есть, блин, это, конечно, не совсем-таки смешано, как бы, но я, правда, я в этих числах уже реально, не знаю, надо какие-то, может, какой-то календарь-то он повесит, чтобы я хотя бы знала, какое сегодня число. А то сейчас вот мне надо будет идти на прививку с Ириной на Монту 3-го июня. Вот, так я записала себе на листочек, положила около микроволновки. Я надеюсь, я не забуду про 3-е июня. Вот. Нет, я не забываю числа, что я понимаю в календаре, я понимаю, что зачем, когда идёт. Но, блин, просто или, может, так декретно меня влияет, фиг его знает. В общем, безответственная мать. Самое главное, нужно будет сейчас 3-го числа не пропустить. И по поводу этих пособий, да, которые по беременности, то есть, получается, так как я пропустила явку, я не пришла, мне они на это время будут приостановлены. Конечно, я не знаю, мне выплатят их, как бы, да, или нет. Получается, там вроде 3-го числа уплачивают все пособия. Вот. Выплатят мне это или нет, как бы, это уже будет видно потом. Но после того, как я схожу на явку, они возобновятся, то есть, как бы, ну, заново будут. Так что ничего в этом страшного такого нету. Просто, может, я получу не в день тогда. У меня, кстати, я когда была беременна Ариной, тоже получала пособия. Но там пособия были совсем малюсенькие. То есть, ну, как малюсенькие, не соврать бы, они были бы, вроде бы, 7 тысяч. Вот. И тоже я, значит, ну, я ходила абсолютно на все явки, не более, у меня уже Кира пошла в садик, как бы, и у меня не было каких-то таких вот проблем, что там, допустим, оставить что-то, не с кем было ребенка или там еще что-то. Мне как-то раз, короче, не пришли пособия. То есть, они мне не пришли день, второй, третий. Я им звоню, говорю, типа, как бы, в чем проблема? Они говорят, у вас, говорит, на какое-то время было, типа, приостановлено. Но, как бы, ничего страшного. То есть, их возобновили, просто, типа, ждите. Я говорю, ну, ладно. И, то есть, они мне также пришли, то есть, в полном размере, как бы, я ничего не потеряла, но по какой-то причине они были просто приостановлены. Ты все поверила? Иди помогу. Не наступи только на руки Арине. Ой, так вот, ой, как помогает, молодец. И вы крохи. Девочки, на территории садика гулять нельзя. Ну, потому что нельзя. Пошлите. Как думаешь, что на ужин? Оладушки. Я боюсь. Ну, на ужин-то что кушаем-то? Макароны. Нет. Котлетка, только не с макаронами. Пюре. О, там шарики несут, пойдемте смотреть. Много-много. Пойдем. Что у нас? Господи, все расстроились. Шла женщина с шариками. Я говорю девочкам, смотрите, там тетя несет шариков много-много. Но они, конечно же, мимо пошли. Завтра этот выпуск... Куда завтра? Выпускной, наверное, завтра, да, будет? В садике у ребяток. Вот, так там все готовятся. Вот, идут. Вот одна бежала за шариками, а вторая ревит стоит. Так, и вот, ужин у девочек сегодня. Ну, у нас у всех такой сегодня ужин. Пюрешечка, котлетка и свеженький огурец. Вчера мама моя передала, она купила у бабушки, там, видимо, у соседки, я так и не поняла, картошку со своего огорода. То есть, ну, попробовать, как бы, если понравится, то, как бы, у нее можно будет покупать. Так что... Ну, Кира посмотрела сначала, говорит, фу, такой цвет, у нее какая-то ненастоящая картошка. Еще, Кир, как картошка? Ну, говори свой вердикт. Невкусно? Серьезно? Ты что, есть не будешь ее? Нет. Ну, что будешь есть? Ну, ладно, ешь. Арина, тебе вкусно? Нет. Нет, ну, ты моя, ты радость. Кушай картошечку. В ротик. Ой, вкусно, да? Кушай. Да. Вот так, да, вкусно как? Муа. И сейчас я хочу прибраться в холодильнике, там уже полочки такие грязненькие, все везде пообтирать, все намыть, перебрать, посмотреть вообще, что у нас можно выкинуть, что убрать, пока пустовато в холодильнике. Так что сейчас я все убираю, все прям вообще достану и буду протирать его. Так, ну и все, с холодильника я все достала. Теперь мне нужно все вот это вот обтереть, протереть. И тут я, значит, у меня были овощи в ящике в нижнем, и, видимо, под него что-то протекло. Не что-то, это, наверное, молоко. Вот. И когда я еще в ящике стало, ну, мало овощей, такое пятно, мне муж говорит, это что, лаваш? Я уже даже не знаю, что это правда. Так что сейчас все будем убирать. И при том, что в холодильнике ничего не пахло. Так что сейчас я все это намою. И намою полочки, я их освободила, полочки, ящики, и все верну на место. И, конечно, не знаю, может, я не особо его правильно мою, но я все тут собрала. Намочила губку, добавила сюда для посуды. И сейчас просто все попротираю и смою все это влажной тряпочкой. Потом все вытру насухо, и уже буду все возвращать. Потому что все равно всякие тут пятна, да, чем просто тереть сырой влажной тряпкой, я лучше вот так сделаю. Все, холодильник намыт. Сейчас я верну сюда полки, и уже на чистой полочке выставлю, что у меня осталось из продуктов. У меня-то, конечно, такая красота на холодильнике. Но я не могу выкинуть всякие такие вот рисуночки. Кира, тем более сюда их приходит, сама их повешает, там ли попрость, чтобы я повесила туда. Так что пока что они висят здесь. Все, в холодильнике я все намыла. Сверху у меня стоят банки. Тут какие-то типа салаты сделаны, тут варенье. Ринка проснулась. Здесь у меня томатная паста, сзади соус. Тут у меня стоят этот коктейль. Там селедка. Здесь у меня пюре с котлеткой со вчерашнего ужина осталось. Фарш, сосиски, творог. Так, ну и здесь у меня тут макароны. Тут супчик. Сейчас Ринка проснуется, я его подогрею и уберу как раз кастрюльку. Здесь у меня лекарства. Здесь патчи. Здесь маски. Не знаю почему, но они лежат здесь. Здесь яйца. Тут соевый соус. Тут из каких-то сухариков горчица. Там пьет и чеснок. Кошачий корм. Здесь колбаса. Там сыр. Здесь творожный сыр. Там тоже колбаска. Тут сырок. Так, ну и здесь, здесь стоят бутылки. Все. А, ну и здесь тоже все повыкидывала. Бананы прям там лежали. Чернющие уже. Тоже бананчик один остался. Этот. Гранат один. Киви. Ну и здесь тоже остатки роскоши. Так что теперь будем знать, что у нас холодильник пустой. И можно в него спокойненько покупать продукты и складывать. Опа. Сегодня приезжали бабушка с дедушкой мои. Да, девочек. Про бабушка и про дедушка. И подарили девочкам вот такие раскраски. То есть тут принцессы. Хорошо, принцессы и единороги. Вот это будет Кирина, значит. Это будет Аринина. Да и неважно, можно меняться же ведь. А может, это животные. Животные. Ну они тоже красивые же. Так, такие. Так, это вот Кири. Тут да, тут ребусы, задания. Тут всякие задачки. Ну какая красота. Будем заниматься с тобой. Так. Такие игрушки. Их две. Одна. Одна розовая, другая такая зелененькая. Да, у меня будет вот, чтобы сделать велосипед. Заколочки для Кири и калейдоскоп. Смотри. Красиво там? Да, красиво. Посмотри на свет. Классно? Да, посмотри на тоше. Красиво? Да. Тоже что-то надо. На. У ребят в садике праздник, видимо, к первому числу. Вот, вот это вот Кира тут пляшет. Вон она. Кепки и футболки в розовой. Я сначала думала, что за музыка поет. А это вон что-то веселье у ребят. Ай, какая красота, скажи, сегодня, да? Пошли за ведерочком. Мы сходили с Ириной на улицу. Сейчас она спит. Ну, ей уже пора, конечно, просыпаться. Потому что уже пора идти за Кирой. Где-нибудь минут через 20, так 30. И, в общем, мы сходили прогулялись. Я на улице развесила бельё. Развесить бельё с ребёнком на улице. Это, не знаю, это что-то, какой-то квест. То есть у нас двор проездной, что можно, как бы, проехать по двору. И, то есть, её без присмотра не оставить. То есть она либо в подъезде, либо где-то сидит, то есть, да, там с камнями, то убегает. Всё равно, как бы, страшно оставлять её. И, то есть, я одну кофту вешаю, вторую начинаю вешать, то есть бегу за Ариной. И вот так вот я развешивала бельё, целые такие, как получается, длинные две верёвки. Вот. Ну, ничего. Мы с этим справились. Где-то с котом посидели, где-то в травку посмотрели, то есть, как бы, всё хорошо. И к чему это я всё? Я сейчас вот в последнее время стала очень сильно замечать, то, что все начинают писать, а когда с ребёнком будет легче? То есть, а после года, после, там, полутора, после двух. И, то же, как бы, решила немножечко поразмышлять на эту тему, что, ну, у меня двое детей, у меня Кире почти шесть лет, Арине будет завтра год и восемь. И, то есть, я думаю, что с ребёнком легче будет, когда она съедет. Одна или вторая. Потому что, ну, а как, не зря говорится, как бы, да, маленькие детки, маленькие бедки. То есть, где-то есть, что, допустим, легче, безусловно, как бы, со старшей, да, то есть, она уже взрослая, она уже может, там, сходить в туалет сама, там, налить, там, попить, там, себе. Ну, и то не факт. И то не всегда. То есть, как бы, ну, что, в каких-то планах, да, полегче. А потом, с другой стороны, думаешь, в каких-то планах и с маленькой полегче. То есть, да, то есть, не знаю. Может, лично для меня, как бы, я трудностей с детьми не вижу. Или вот ещё многие, да, говорят, ой, у меня крик души. Вот у меня тоже крик души. Зачем вы тогда рожаете детей, если вы постоянно ищете какую-то лёгкость где-то? Вот как-то недавно наткнулось на то, что женщина родила ребёнка, то есть, ей должны все помогать. Муж, родители, бабушки, дедушки, дяди, тёти, братья, сёстры, прям вот все-все обязаны. И вот, что у них прям выгорания какие-то случаются. Какие к чёрту выгорания? Ну, серьёзно. Во-первых, женщина, когда идёт рожать ребёнка, она рожает его для себя. Ну, это в первую очередь. То есть, и она должна понимать, что это только её зона ответственности, да, что она на это идёт, не кто-то за неё, там, ни родители, ни родственники, да, не тот же самый муж, как бы. Что она в первую очередь должна будет уделять вообще вот, ну, всё вот время, да, ребёнку. Это прекрасно, если кто-то согласится помогать. Тот же муж, там, после работы, тот же муж, там, в выходные, там, ещё там когда-то. Те же самые родители, да, как бы, грубо говоря. Это будет прекрасно. Но в первую очередь, как бы, женщина рожает ребёнка для себя. То есть, да, ей, ну, никто ничем не обязан. У нас нет каких-то пентхаусов, да, которые, там, невозможно прибрать, там, грубо говоря, там, за полчаса, там, за час. Да, это, ну, я не знаю, это может я, конечно, так делала. У меня нету каждый день какой-то, там, суперуборки, там, что я, там, всю каждую пылиночку, мусориночку вытираю, как бы убираю. Нет, как бы, каждый день, это помыть посуду, приготовить, поесть, обтереть полы, заправить кровать, машинку запустить, разобрать сушилку. Всё, то есть, как бы, да, все, в принципе, мои обязанности. Ну, ещё, конечно, прогуляться с ребёнком, да, как бы уложить её там, поспать, помыть, покормить, это понятно, это уже, ну, как бы, не знаю. Конечно, может быть, я и не права где-то, да, в своих, там, высказываниях, что там, может, как-то грубовато в чью-то сторону, но я думаю, что не нужно кричать на каждом шагу, что там у кого-то выгорание, у кого-то там ещё там что-то, какие-то там депрессии там и тому подобное. Ну, блин, да, я считаю, что это бредятина. Так что, как бы, я из всего этого делаю просто такой вывод, такое заключение, что, в принципе, прежде чем родить ребёнка, нужно миллион раз подумать, готов ты на это пойти или не готов, справишься ты или нет, материально, как бы, да, что сможешь ты ребёнка обеспечить. Вообще эмоционально вынесешь, ты вывезешь всё это. Если ты не уравновешенный человек, как бы, да, ну, для чего тогда? То есть зачем? Или ещё некоторые, ой, я вот так устаю, что срываюсь на ребёнка. Нет, я не без греха, то есть как бы, что так же мы ругаем Киру, но не от того, что мы срываемся, а от того, что, допустим, мы-то мы можем поругать за, когда она переходит какие-то границы, то есть, да, границы дозволенного, то есть, ну, у каждого ребёнка они всё равно есть, как бы, да, что, допустим, она ещё стала матюгаться, то есть мы не обращаем внимания до тех пор, пока она не переходит там на оскорбление нас, то есть, допустим, мы сначала её предупреждаем, то есть, Кир, так нельзя, так не говори, так не выражайся, это нехорошо, это некрасиво, это плохо, как бы, да, что, вот, и, как бы, если она не повторяет, да, мы уже повышаем голос, то есть, можем её, там, наказать, в плане, там, сказать, там, что она без мультиков остаётся, там, без всего, без подружек, там, и ещё там чё-то, это нормально, что, как бы, ты, ну, я не знаю, может, конечно, у кого-то по-другому, но это лично, как бы, ну, у нас такое воспитание детей, как бы, мы, ну, ругаем, да, повышаем голоса, там, ещё там что-то, вот, но, когда ребёнок просто, вот, веселится, там, балуется, там, да, ну, это другое совершенно, как бы, да, тут, как бы, уже закрываешь глаза, тем более, где-то на улице, хоть на голове, стой, она у нас теперь умеет стоять на этот, делать колесо, так что, вот, и возвращаемся к тому, что маленькие детки, маленькие бедки, она ещё у нас теперь умудряется показать колесо на одной руке, конечно, это очень страшно, страшное зрелище, как она всё это делает, ну, делает, падает, конечно, как бы, не знаю, конечно, может, не может, это, конечно, дело каждого, абсолютно каждого, каждый мыслит по-разному, это лично моя точка зрения, не чья-то, не навязанная, и можно так подумать, что действительно, мне никто не хочет помогать, нет, безусловно, то есть, если я позвоню, допустим, своей там маме, либо там, да, допустим, ну, вот маме мужа, да, позвонить там и сказать, ой, посидите там, допустим, с Арины, да, с младшей там, да, ну, я думаю, они не откажут, не думаю, но, в принципе, я как бы уверена в этом, что они не откажут, то есть, как бы, если у них выходной, если у них нет никаких там срочных дел, то есть, да, посидят, почему бы нет, я стараюсь сильно не наглеть, не борозить, потому что, ну, мы рожаем для себя, я родила для себя, то есть, как бы, я и мужу говорила, как бы, да, что, в принципе, если захотят помогать, пускай помогают, там, погуляют, еще там что-то, а так, зачем навязывать, сейчас у нас вот помощь идет сильно от родителей, в том плане, что у нас же ведь у Киры танцы, танцы, гимнастика, и когда у них выходные, они вот этот вот час, который вот занимается, как бы, Кира, они помогают, они сидят, то есть, допустим, я могу попросить там маму свою, она может прийти ко мне, посидеть с Ириной, она может погулять, это часто, то есть, как бы, ну, всегда по-разному, вот, и также, допустим, мама Андрея, да, если, как бы, у меня сейчас тут был отпуск, то есть, мы там поехали, там, элементарно, там, до магазина вот тут ездили, за подгузниками вчера, она посидела, то есть, да, погуляла с ней на улице, хорошая погода была, в принципе, как бы, в этом нет ничего такого плохого, вот, но я к тому, что, лично может, ну, я не могу, вот так вот, прямо вот наглеть, что вот, у меня, допустим, нет никаких там дел, там, ой, посидите, я там отдохну, полежу, посижу там, вот, ну, не знаю, ну, это, бред, так что, ладненько, наболтал я уже кучу-кучную, вот, каждый, конечно, у каждого своё мнение, каждый стаётся при своём, и у каждого своя позиция, как бы, вот, так что, на этом прощаться, сейчас я уже побегу за Кирой, вот, побегу за Кирой, завтра у неё выступление, завтра праздник, тем более, первый день лета, день защиты детей, Арине год и восемь, так что, у нас всё хорошо, всё прекрасно, всем пока-пока, и самое главное, нужно ценить, вот, именно вот момент, который вот здесь и сейчас, и не думать, когда там станет легче, допустим, вот, у ребёнка там истерика, пускай она ревет, пускай, хочет она на руках там сидеть, там целый день, там пускай сидит, этого больше никогда не повторится.